По данным отдела ЗАГС, демитрогляция особенно не проявляет фантазию в плане наречения детей. Самые распространенные имена Артем и Настя редко встречаются необычные имена. Князь, Эштон, Мирка, Фрэнк, среди девочек Эллада, Степанида, Аполлинария. Зачем нам иноземные имена? Ведь раньше в России нарекали детей по святцам. Сейчас эта традиция возрождается. Моего ребенка зовут Макар. Им, конечно, мы выбирали вместе с мужем. Мы выбирали по святцам. У нас родился 5 октября. И как раз имя у него сопало. Законный проект предполагает запретить давать новорожденным имена с использованием цифр, символов, аббревиатуры и ненормативной лексики. Имя также не может содержать указания на ранги должности. Например, нельзя назвать ребенка президента. Когда ребенок рождается, он должен получить такое, какое-то благозвучное имя. Не просто вот надо позаботиться о том, что ему же дальше жить. Арина Макарова, Константин Белов. Наше время.